Это все новости к данному часу. Напоминаю, что следующий выпуск новостей в 8.30. Обязательно дождитесь. А у нас в студии уже есть гости. Гости интересные. Я с удовольствием передаю вам слово. Спасибо, Катерина. Действительно, мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить такую необычную вещь, как год грядущий, год 19. Дело в том, что год 18 настоящий, это год волонтера. А следующий год Министерство культуры объявило годом театра. Поэтому, как никогда, актуальна тема домашних театров. Ведь не все театры должны быть академическими. Есть и самодеятельные. У нас сегодня в гостях Савцов Владимир, самодеятельный актер, общественный деятель, представитель такого домашнего театра, который, в общем-то, был отмечен на самых высоких уровнях. И об этом, я думаю, вы сегодня нам расскажете. Расскажите, пожалуйста, с чего началось все? Доброе утро, крымчане. Все началось с того, что я женился на работнике культуры. Моя жена Савцова Ирина Анатольевна методист по хореографии Симферопольского района. Ее сестра ведущий методист. Они отношения имеют к культуре, работают в Доме культуры Симферопольского района. Вся семья моей жены творческая, тесть заслуженный артист Крыма Анатолий Третьяк Алексеевич. И я к этому делу причастен тоже. Я пою, вообще люблю петь. И вы организовали небольшой театральный коллектив, как я понимаю, на базе Симферопольского дома культуры в Мирном. Ну, не я организовал. У нас есть кто больше причастен к этому, а я к этому тоже имею свое отношение. Расскажите, пожалуйста, про эту небольшую свою театральную группу. Чем вы занимаетесь? Какую постановку так вот прославил Крым? Наша постановка называется «Переполох в курятнике». Режиссер, как постановщик Наталья Медведева Анатольевна. Мы написали сценарий, отрабатывали по вечерам, это все отыгрывали. Но так как нужен был еще взгляд со стороны, попросили Раису Ивановну Булгакову. Это режиссер-постановщик театров. Она очень хороший человек, посмотрела со стороны, что-то переделала, потому что не все было так сладко и гладко. И все, мы начали репетировать, отрабатывали в ходе этих репетиций, что-то переделывали постоянно. Ну и пришли к тому, что к нам поступило предложение от Черниковой Ольги Ильиничны. Это директор Центра народного творчества. Она предложила нам поступить за Крым, поехать в Москву. Что вы сделали. Что мы сделали. А где вы выступали в Москве и как оценили вашу постановку? И что вы, собственно, в ней непосредственно сделали? Мы выступали в Москве в Академии имени... Давайте я сразу пока параллельно буду показывать фотографии, чтобы зрители знали, о чем мы с вами говорим. Давайте. Вот фотографии. Это ваш коллектив? Да, это наш коллектив. Вот мой тесть с баяном, он играл роль петуха. Вот внизу, возле меня, это моя жена Ирина Савцова. Она играла роль курочки. А вы кто? Я играл роль страуса, за что я получил отметку такую. Это вы без костюмов? Это мы без костюмов. Да, смотрите, как замечательно. Какое преображение, какие образы без костюмов и с костюмами. Насколько все-таки театральная сцена изменяет людей от театра, образы? Костюмы мы делали сами. Вообще, в основном, все делали сами, так как это семейный театр. Это репетиция? Это у нас был мастер-класс в институте имени Щукина. У нас было два мастер-класса. Один мастер-класс по технике речи. Вот как раз фотография. Очень понравилась. Техника речи. Да, много было скороговорок всяких, которых мы даже не знали. Это был мастер-класс по пластике. Тоже очень интересно, что можно творить своими пальцами. И вообще, как... Судя по тому, что здесь вот есть женщина в платке. То есть там настолько многонациональная сборная. Там многонациональная. Это была сборная с Грозного. Тоже костюмировано. Все было очень замечательно. Это мы с Ольгой Будиной. Театральный институт имени Бориса Щукина. Ну что же, действительно здорово. Насколько все-таки замечательно, когда на самых высоких уровнях такая вот инициатива простых людей, которые, может быть, даже никогда и не были связаны с театром, если бы не поддержка государства. Вот действительно Министерство культуры поддерживает театры, поддерживает начинание тех людей, которые готовы творить. И это очень хорошо. Мы очень надеемся, что все такие начала будут поддержаны и не только Министерством культуры, но и правительством Крыма. И так происходит, надо отметить. Действительно здорово. Владимир, большое вам спасибо за то, что вы рассказали про это происшествие. Хорошее происшествие. У нас в основном плохие, а вы про хорошее рассказали. У нас в гостях был Владимир Савцов, самодеятельный актер, общественный деятель. И он нам рассказывал про домашние театры, которые так актуальны сегодня. Спасибо вам. Спасибо.